СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ В Салихарде судили виновного в гибели рабочего на стройплощадке. Его убило ковшом экскаватора. Трагедия случилась в октябре прошлого года. По данным следствия, во время работ машинист экскаватора сбил ковшом работника, который стоял в опасной зоне. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В СК пояснили, что машинист грубо нарушил технику безопасности. Он не определил границы опасной зоны и не обеспечил обзорность своего рабочего места. На машиниста завели уголовное дело и осудили. Ему дали один год условного лишения свободы. В поселке Уренгоев ДТП пострадал подросток на мопеде. Ну а что, 26 июля на перекрестке неравнозначных дорог юный ямалец на двухколесном транспорте не уступил дорогу ВАЗу, у которого было преимущество. В итоге отечественная легковушка и байк встретились. Пострадали водитель и пассажир мопеда. Их госпитализировали. Жительница Нового Уренгоя попалась на уловку телефонных мошенников и потеряла почти полмиллиона рублей. Ей позвонил незнакомец. Представился работником банка и заявил, что с карты женщины мошенники пытаются списать деньги. Зволнованная Новоренгойка повелась на уговоры якобы банковского работника и выполнила все его требования. Она перевела свои сбережения на продиктованный им счет и номера. В итоге 39-летняя жительница газовой столицы обокатила мошенников и лишилась более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция Ноябрьска возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Местный житель решил заняться инвестициями и оставил свои данные для связи, увидев одну из реклам. Перезвонивший собеседник предложил ямальцу несколько инвестиционных пакетов. Выбрав один, ноябрянин перешел по ссылке и внес тысячу долларов или 77,5 тысяч рублей. После этого с потерпевшим больше никто не связывался. Возбуждено уголовное дело. Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину 1991 года рождения, у которого при себе оказался наркотик. Полграмма синтетического порошка. Как сообщил задержанный, купил он это для себя. В отношении него завели уголовное дело. Мужчине грозит заключение сроком до трех лет. На Ямале ищут Геннадия Зайцева. 47-летний житель Надыма пропал 23 июля. С тех пор о нем ничего не известно. Приметы мужчины. Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черно-белую трикотажную футболку с воротником на пуговицах. Черные джинсы, черные спортивные тапочки с белой подошвой. Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего Геннадия Зайцева, сообщите информацию по указанным на экране номерам. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Рассрочку на год за 25 тысяч рублей в месяц. Огнизалива.ру Рассрочку на год за 25 тысяч рублей в месяц.